Пятеро лисят Вот сегодня вечером на болоте будет большой лягушачий концерт Вот это новость! Ку-ку, ку-ку, куда лететь? Кто, кто будет солировать? Подхватила сорочий треск кукушка Жаба, жаба, большая зеленая жаба Золотой голос леса прожужжала оса У меня сомнение, что жабу поет лучше соловья Я давно за ним наблюдаю Промяукал лесной кот Лучше расскажите, как прошло новоселье у белок Замемемечательно, замемемечательно Всех угощали пи-пи-пи-пи рогами с земляни-ни-никой Пропищали мыши прямо из своей норки, даже не открыв дверь Раз лесной кот не спит, лучше пищать не выходя из дома, решили они Тем временем хитрое солнце устроилось на верхушке высокой сосны Протянуло свой лучик прямо в новое беличье гнездышко И пощекотало нос маленькой спящей белочке Вставай, Соня! Белочка открыла глаза и подтянулась Ой, ой, уже утро! Ой, проспала! Неужели без меня все начнется? И тут-то все и началось В реках, в горах и на равнине В теплых болотах и в жарких пустынях В больших океанах и на глубине В небе и в высоком и даже в земле Чудесные звери живут на планете Узнать о которых хотели бы дети Кто угадай на вопросы ответит Кто знает про всех зверей на планете? Тот, кто в старом дубе живет Тот, кто детишек в гости зовет Тот, у кого миллионы извилин Кто это, кто это? Правильно, дядюшка Филин В гостях у дядюшки Филина Привет, медвежонок! Я успела? Успела, успела Всего-то сто минут тебя жду Разве тебе мама не говорила, что опаздывать нехорошо? Ладно, показывай, что за книга у тебя Еще вчера они договорились встретиться с медвежонком Чтобы вместе почитать новую ужасно интересную книжку В ней были храбрые рыцари и прекрасные принцессы И даже ручной огнедышащий дракон Это ведь здорово, когда у тебя есть собственный дракон На нем можно летать куда хочешь Если бы у меня был такой, я была бы белкой-летягой Ага, а я медведем-истребителем Только драконов, белка, не существует А вдруг существуют? Да ладно, сказки все это Ты вот и в лигра не верил А он существует Дракон тоже может быть каким-нибудь редким животным Где-нибудь в Африке, где погорячей В Африке были, но драконов там не было Давай спросим у кибермозга, он все знает Спорим, белка, на бочку меда, что нет никакого дракона Знакомый дуб, потайная дверца, коридор, лифт Чур я на кнопку нажму Нет, я Я же предложила узнать у кибермозга про драконов Ты в прошлый раз нажимала Нет, ты И пока они оттаскивали друг друга от кнопок В пылу то ли борьбы, то ли игры Мишка, конечно, случайно Нажал маленькую неприметную синюю кнопочку Притаившуюся в углу кабины лифта Ты что нажал? Не знаю Может быть он сам? Сам-сам Мишка, лифт нас всегда вверх вез А сейчас вниз Куда мы попадем? Да говорю же, не знаю я Минус девятнадцатый этаж Суперсекретный отсек Лаборатории Мудрого Филина Ничего себе Этаж, на который попали наши друзья Был совсем не похож на остальные части лаборатории По крайней мере те, в которых Белочка и Медвежонок уже побывали Темные каменные стены Двери с полукруглыми проемами Сырость Все это было похоже на... Поземелье Поземелье Точно, грибами пахнет Как в сказке А может тут и живет дракон? Думаешь, они здесь водятся? Да подожди ты, не дрожи, Мишка Мне самой страшно А вдруг дракон недобрый? Дядюшка Филин Дядюшка Филин Одна из каменных стен отъехала в сторону И из темноты вылетел Филин в белом халате и защитных очках Дядюшка Филин, так здорово, что вы здесь А то мы уже испугались немножко, что мы в каком-то подземелье То, что я здесь оказался, это неудивительно А вот вы-то как оказались на моей подземной шампиньонной фабрике? Мы дракона искали Дракона? Очень интересно Ну да, как раз тут ему и место А что такое шампиньонная фабрика? Вы тут что, шляп что ли шьете? Я здесь выращиваю вкусные шампиньоны Это такие грибы, которые любят прохладу, темноту и влагу Потому прекрасно растут в специально оборудованных для них подвалах и погребах Или, как вы говорите, в подземельях Грибы, это я люблю Я обязательно угощу вас моим фирменным крем-супом из шампиньонов Только сначала расскажите мне про дракона, которого вы искали Дядюшка Филин, мы тут поспорили, что драконы существуют Нет, мы поспорили, что драконы не существуют Существует или не существует? Что ж, справедливости ради скажу, что и сам не вполне уверен Узнаем у нашей киберэнциклопедии Кибермозг Дядюшка Филин нажал на какой-то камушек И огромный кусок стены превратился в уже знакомый нам большой экран Найди-ка нам дружочек Дракона Дракон, которого не существует Это мы еще посмотрим Дракон к вашим услугам А ведь кто-то не верил На экране появилось изображение зеленой изогнутой веточки С красивыми разросшимися во все стороны ярко-зелеными листьями Веточка медленно колыхалась в воде Это и есть наше сказочное чудовище Лиственный морской дракон Близкий родственник морского конька Имеет волнообразно изогнутое тело Покрытое плавниками-отростками Которые напоминают листья водорослей Его также называют морской пегас Пегас, это я знаю Это такая лошадь с крыльями Она в Древней Греции живет Ну, то есть, ее там придумали Лошадь с крыльями? Мы с мамой в прошлом году отдыхали в Греции Я там коня с крыльями не видел Крылатый конь-пегас действительно есть В древнегреческих мифах и легендах То есть, в сказках Вот и наш дракон напоминает То ли летающего змея с рогами и пышным хвостом То ли коня с крыльями И живет он ни в каких ни в мифах Да и ни в Греции А где же живет? Морской дракон обитает у южных берегов Австралии Австралия – это материк в южном полушарии Это где южный полюс, что ли? И пингвины там водятся Пингвины, мой друг, водятся в Антарктиде Там сплошные льды А вот Австралия – зеленый материк Только находится он на противоположной нам стороне земного шара Давайте посмотрим на глобус Если представить, что мы наверху, то Австралия – внизу А-а-а, там все звери ходят вниз головой и вверх лапами Ходят там, конечно, как и мы На своих двоих или на четверых Но кое-что в Австралии действительно наоборот Например, времена Гота У них что, весна-осень и зелета? Нет, зима-лето, осень и весна там тоже есть Но когда в нашем полушарии лето, в Австралии зима Когда у нас осень, там весна Вся природа расцветает в ноябре И животные там такие, каких мы не видывали Кстати, не пора ли нам навестить морского дракона? Отлично! Давайте телепортироваться! Нет, на этот раз воспользуемся моим суперизобретением К вашим услугам транспланетный тоннель нового поколения Дядюшка Филин достал из кармана пульт Нажал фиолетовую кнопку И в полу подземелья вдруг открылся люк Белочка, медвежонок и Филин склонились над глубоченным тоннелем Стены которого были подсвечены тусклым светом маленьких красных лампочек А невереницы уходили куда-то вниз Так что превращались в еле заметные горящие точки А потом и вовсе исчезали в глубине Летели куда-то то ли вниз, то ли вверх Ветер свистел в ушах Красные лампочки на стенах мелькали так быстро Что слились в одну светящуюся полоску А пушистый Белочкин хвост превратился в яростно трепещущий рыжий флаг Как будто на него дули сразу сто мощных вентиляторов Но даже у волшебных тоннелей есть начало и конец На другой стороне земли открылся такой же люк И наши путешественники увидели ласковое солнышко, океан И почувствовали лапками теплый песок Здорово, мы на пляже Бежим купаться, Белка Там и морской дракон, наверное, плавает Подождите, морской дракон? Это вам не турист на надувном матрасе? Он ведь обитает под водой, а не на воде Поэтому мы с вами займемся дайвингом Подводным погружением в специальных костюмах с аквалангами Тяжелые баллоны с воздухом давили на плечи Маска предательски соскальзывала с мордочки А ласты никак не хотели надеваться на лапы Ух, какие тяжеленные! Неудобно, как в маске! Ничего, ничего, в воде будет легче Хе-хе-хе, ластоногая Белка Ой-ой-ой, плавучий медведь Надевай, Мишка О, какие крутые часы! И у меня такие же будут? Да, держи, это компьютер для дайвинга В нем и манометр есть Прибор, который измеряет давление в баллоне И помогает следить за тем, сколько воздуха у вас осталось И глубиномер, он показывает, на сколько метров вы опустились И компас, и термометр, и, собственно, часы Ну, поплыли Под водой оказался волшебный лес Невероятной красоты бабочки и птицы порхали между деревьев Белые полупрозрачные облака летели по голубому небосводу Стоп! Мы же в море! Какой небосвод? Какие деревья? Какие бабочки? Эх, никакой фантазии! Бабочки – это яркие тропические рыбки Облака – это медузы А деревья – кораллы Понятно? Хм, кораллы! Палочки какие-то колючие Красивый будет сувенир Мишка, ты что? Нельзя кораллы ломать Это вовсе не растения, хоть и похожие на них Коралловые полипы – особенные морские организмы Они год за годом нарастают друг на друга, образуя веточки А из веточек – деревья причудливых форм А еще они служат домом для других обитателей моря Крабов, рачков, моллюсков, губок, рыб и водорослей И защищают побережье Австралии от сильных штормов Как неприступная крепость Крепость эта называется Большой барьерный риф Самый большой коралловый риф на земле Смотрите, мой хвост в воде так распушился Что стал похож на коралловое дерево Я тоже буду защищать Австралию от штормов Друзья поплыли дальше Через коралловый лес, заросли водорослей Мимо снующих стайками разноцветных рыбешек Вдруг над головой мелькнула чья-то тень Над ними проплывал какой-то прозрачный голубоватый пакет Из которого торчали длинные светящиеся ленточки Смотрите, над нами какой-то салфановый пакет плывет С веревочкой Точно, только не пакет, а стекляшка Такая большая и прозрачная Нет, лимонное желе Да нет, с малиновыми макаронинами молочный прозрачный мусс Интересно, а какой он на вкус? Осторожно! Это одна из самых ядовитых медуз в океане Она жалит своими щупальцами Вот теми светящимися ленточками Ее так и называют морская оса А укус морской осы может быть смертелен И для человека, и для животного, и для дракона В определенное время у берегов Австралии Собираются огромные стаи этих морских ос Отплывем-ка подальше Где-то здесь должен быть наш сказочный дракон Что-то я никаких драконов и не вижу Одни веточки плавают, да в водоросли колышутся Да уж, я тоже О, например, ветка с листьями Ой, и с глазами Ветка с глазами? Это и есть наш виртуоз маскировки Морской дракон Приятно познакомиться Его научное название Фикодурус Экс Это на латыни А на картинке он таким большим казался И быстрым Дракон все-таки На самом деле Лиственный дракон Великан по сравнению со своим близким родственником Морским коньком Он может вырасти даже до 45 сантиметров Размером с кошку А со скоростью у него действительно проблемы Ведь несмотря на огромное количество Листьев-отростков Для передвижения Он использует только два плавника Вот и кажется, что дракон не плывет А просто качается в воде Как веточка или водоросль Это очень помогает ему Что называется Слиться с природой То есть скрыться от хищников В зарослях водорослей Изображая растения Тут ему и правда скорость не нужна Не дракон, а настоящая черепаха Среди рыб Подождите, подождите Так наш дракон Это рыба? Хо, тут-то я думаю Что он все время молчит Как рыба Я не молчу Я песню сочиняю Ух ты, говорящая рыба Хо, и поющая То ли рыба, то ли конь Прячусь, как хамелеон Главное, меня не тронь Я морской дракон Не похож я на медуз То я желтый, как лимон То зеленый, как карбуз Я морской дракон Я не быстрый, как газель И не крупный, будто слон Ни кальмар, ни форель Я морской дракон Я качаюсь под водой Ем креветок и планктон Потому что я морской Лиственный дракон Тут морской дракон Изо всех сил замахал Своими плавниками Чтобы сделать впечатляющий пироэт В воде Но этого никто не увидел Все-таки не зря он Самая медленная рыба И его движения почти никому не заметны Белочка, медвежонок и филин Подплыли поближе к необычному созданию Не каждый же день можно увидеть Поющую ветку с глазами Получается, что вы хищник Раз креветок жуете Я еще и мелкую рыбешку могу проглотить Только вот не жую ничего Зубов у меня нет Засасываю, как пылесос Правда, иногда еще и водоросли Да мусор попадаются Тьфу, гадость Рыба-пылесос выходит Вот бы вас в мой аквариум А то там полно всякого мусора А где ваша дракониха, уважаемый дракон? Вероятно, где-то прохлаждается Пока я вынашиваю потомство Как это? Папаша? Потомство? У морских драконов и коньков Именно самец носит икринки До появления мальков на свет Посмотрите, у дракона под хвостом Целый детский сад Аж двести икринок Это будущие дракончики растут И готовятся к выходу в море Значит, у них папа Это мама? А мама кукушка, да? Подкинула свои яйца в чужую корзину И уплыла То есть, укачалась на волнах Не переживайте Их потомство рождается Точной копией своих родителей И сразу начинает жить самостоятельно Хотя жизнь у этих диковинных рыб нелегкая То какой-нибудь хищник покрупнее съесть норовит То шторм на берег выбросит Но больше всего вредят водолазы-коллекционеры Которые отлавливают драконов для своих аквариумов И Филин укоризненно посмотрел на медвежонка А я что? Я пошутил, что мне аквариум надо почистить Я и сам отлично справляюсь Конечно, эти обитатели моря страдают Еще из-за всяких вредных промышленных выбросов В общем, морские драконы сейчас под угрозой уничтожения Поэтому правительство Австралии взяло их под защиту Да-да Мой профиль даже отчеканили на серебряной монете Верно В австралийском городе Перт Действительно выпустили памятные монеты из чистого серебра И на одной из них наш новый знакомый О, так вы знаменитость А давайте мы с вами сфотографируемся Сделаем подводные селфи Дядюшка Филин снял с пояса фотоаппарат для подводных съемок И закрепил его на специальной палке Палка эта выдвигалась на нужную длину Будто стрела строительного крана Филин начал колдовать над камерой На маленьком экранчике фотоаппарата Весь подводный мир оказался зеленого цвета А почему все зеленое? Даже мой рыжий хвост? Свет, который мы видим Он совсем же не белый, а разноцветный Только когда все цвета вместе Вот тогда он белый Есть в свете и зеленый, и красный, и синий, и другие цвета Так вот вода красный свет не пропускает через себя Поэтому под водой все кажется сине-зеленым Но ничего, я настрою специальный фильтр Как будто цветные очки на фотоаппарат надену И все цвета снова будут на месте Готовы? Скажите сосиски Медвежонок, белочка и Филин Растянули было рты в улыбке Правда, под масками это было не особо заметно И только уже было приготовились сказать «Сосиски!» Как вдруг стало темнеть Лучи солнца, пробивающиеся сквозь толщу воды Как будто потускнели И какие-то прозрачные тени заскользили По песчаному дну, по водорослям, кораллам Огромная стая ядовитых медуз Заслоняя свет, медленно надвигалась на путешественников «Морские осы!» «Я не хочу, чтоб меня ужалили Меня один раз пчела вон укусила, когда я за медом полез Хватит!» Но ядовитые медузы направлялись прямо к дракону и его новым друзьям Они явно не собирались уплывать без добычи Мы ужасные медузы Рады встрече с вами, карапузы Жарим щупальцами больно, словно осы Для охоты есть у нас отличный способ Мы прозрачный, незаметный и красивый Обжигаем, словно злющая крапива Те, кто в море нас не замечает Тот большую дозу яда получает Вас обнимут нежно щупальца ленты Обожаем очень эти мы моменты Так с добычей мы в обнимку кружим Этот танец Приглашением на ужин Мамочка, пакеты приближаются Пора срочно эвакуироваться То есть бежать, нет, лететь, да нет, плыть А как же наш дракон? Его ведь тоже ужалить могут Спрячем его в водорослях Он же как раз на них и похож своими листиками Ни одна злая медуза не найдет Кибермозг, скорее, скорее телепортируй нас отсюда Как сюда, так по туннелю без меня А как срочно, так я понадобился Некогда, голубчик, давай уже телепортируй Я тебе, когда вернемся, пару терабайт памяти подарю И флешку Через несколько секунд шум моря стих И теплый австралийский песок превратился В прохладный пол подземелья на минус девятнадцатом этаже Солнце клонилось к закату Уставшие после подводных приключений друзья вернулись домой Помыли лапы, почистили зубы Выпили теплого молока И легли спать Белочка сразу же погрузилась в сон Ей снилось море И полет на морском драконе Главное, что во сне не было никаких противных медуз А медвежонок долго не мог заснуть Он смотрел на фотографии морского дракона И думал А вдруг и морской медведь тоже существует Дракона ведь мы нашли И медведь найдем Надо только будет обязательно завтра спросить у кибермозга Кто угадай на вопросы ответит Кто знает про всех зверей на планете Тот, кто в старом дубе живет Тот, кто детишек в гости зовет Тот, у кого миллионы извилин Кто это? Кто это? Правильно Дядюшка Филин Хотите узнать, что будет в следующем выпуске? Ставьте лайк Подписывайтесь на наш канал Жмите колокольчик И обо всем скоро сами узнаете Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!